Здравствуйте, дорогие подписчики канала ДВК-Медия! Сегодня можно много услышать о любви к своей родине. Но, наверное, нельзя найти такого человека, который искренне любит свою родину, но ничего не знает о своем крае. Сегодня о том, почему нужно сохранять историю культуру своего края расскажет нам Виктория Пасар, директор НКО Этноцентр Древа Жизни. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Виктория, расскажите поподробнее о деятельности Этноцентра. Этноцентр был открыт недавно, в 2020 году, год назад. Но до этого он существовал как инициативная группа с 2018 года. Наша деятельность заключается в том, что мы продвигаем культуру коренных народов и и поддерживаем также, ну, как бы, движение вообще возрождения народных традиций, в том числе и славянских. То есть у нас такая коллаборация происходит. В рамках этого Этноцентра мы реализуем социальные проекты разной направленности. В основном, конечно, это у нас занятия, образовательная деятельность, направленная на просвещение, на сохранение традиционной культуры, на поиск новых интересных видов практик, чтобы именно доносить до населения. Вот. И на данный момент мы реализуем социальный проект, проект Школа Традиции Ачамбари, о котором я сегодня чуть позже расскажу. Мы группа творческих людей, единомышленников разных национальностей, русские, нанайцы в основном. Вот. Мы объединились вокруг этой темы, потому что нам интересно то место, где мы живем, мы не хотим отсюда уезжать, мы хотим именно, чтобы Комсомольск процветал, чтобы молодежи было интересно, и не только молодежи, да, чтобы здесь были какие-то интересные виды деятельности, чтобы можно было куда-то пойти не просто там, не знаю, в кафе и на дискотеку, да, или в кинотеатр, чтобы были такие какие-то интересные площадки для того, чтобы человек пришел, чему-то научился, что-то новое узнал, культурно провел свое время, не просто так заполнил, да, а именно с каким-то интересом. Вот. Мы как бы отличаемся от многих организаций, которые вот у нас в городе как бы с населением работают, вот тем, что у нас именно традиционная деятельность, ну, да, можно сказать, в современном ключе, потому что в чистом виде очень сложно сейчас вести. Вот. Сама я носитель национальных традиций и собираю таких людей вокруг себя и занимаюсь продвижением культуры народов Преамурия в основном, в том числе в дружбе со славянами, ну, вот именно с русским населением, потому что это титульная нация, вот. Я считаю, очень надо поддерживать ее, эту нацию, ну, в плане, что показывать, что без них не было бы у нас такой великой страны, и так что каждый народ, это должен быть, как бы вносить свою лепту в это, в развитие дружбы, отношений. Часто сейчас можно услышать слово толерантность. Вот чем отличается принципиально дружба народов от толерантности? Вот как вы считаете? Да, слово такое толерантность, с одной стороны, хорошее слово, ну, а это то слово, с которого должно начинаться, в общем-то, взаимодействие, потому что толерантность, это уже то, что ты хотя бы уважаешь другую сторону, то есть ты просто уважаешь. И, в общем-то, в других странах дальше этого слова не идут, то есть там насаждают ее, а в итоге-то культура не принимается, эти люди, как бы, как инородное что-то воспринимается, и сейчас происходят у них вот эти проблемы в Западной Европе, в частности, вот этот большой приток иммигрантов, да, которые не становятся на самом деле настоящими, там, не знаю, французами, там, да, ну, или там немцами. Толерантность, она не ведет, собственно, там, к развитию дружбы народов, а все-таки дружба, это когда ты действительно уже, ну, как, не то чтобы полюбил, но хотя бы принял и захотел узнать что-то больше о той другой стороне, о тех других народах, которым мы рядом живем, и делаешь какие-то шаги на то, чтобы жить вместе в добрососедстве. Ну, можно сказать, какая-то ассимиляция, да? Да, в этом плане, я считаю, у нас передовая сторона, в плане, вот, межнациональной политики, у нас, как бы, есть федеральное агентство по делам национальности, у нас есть, ну, там, ну, как бы, целая законодательная база по защите, ну, традиционного образа жизни, по праву, там, на свой язык, на свои традиции, вот, в этом плане комсомольские у нас тоже, как бы, все, я думаю, все хорошо, у нас есть ассамблеи народов Хабаровского края, вот, я являюсь тоже членом этой ассамблеи, также у нас даже открылся несколько лет назад совет уполномоченных коренных народов при море города, что тоже является очень важным таким этапом в плане вот защиты именно прав, ну, свобод, защищать свою традиционную направленность на сохранение традиций, культуры, то есть, у нас в Комсомольске достаточно в этом плане учитывается, то есть, вот, мы сейчас привлекаемся на разные городские мероприятия, в разные советы входим, то есть, это говорит о том, что, как бы, нас не, как скажем, не отмахиваются от нас, то есть, нас учитывают, это хорошо. Ну, вот, вы говорили, что вас привлекают на различные городские мероприятия, да? Вот, на какие именно? Ну, прежде всего, у нас есть майские праздники, Победа, да, День Победы, то есть, вот, мы всегда участвуем, мы сейчас в последнее время стали участвовать в шествиях, в национальных костюмах, то есть, это, мы обязательно участвуем в Дне города, да, тоже выступают наши коллективы, также поддерживаются, вот, наше участие, мы участвуем в Сабантуи, в Насиленском парке, то есть, вот, все, вот, крупные, где нужно какое-то, вот, именно, интересное содержание показать, именно, что вот в городе происходит, обязательно нас зовут, вот, мы участвуем в точечных мероприятиях, там, каких-то, там, и гражданские форумы, там, ну, и, в общем-то, и какие-то интересные круглые столы, вот, проводит библиотека Островского, там, в Музее изобразительных искусств, вот, очень активно нас приглашают, то есть, конечно, нас, ну, мало, вот, в плане того, чтобы что-то там показать, прям, в большом количестве, но, я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении. Возвращаясь к теме этноцентра Древа Жизни, вот, хотелось бы сразу спросить, что, какой сокровенный смысл скрыт в названии? Почему Древа Жизни? Ну, Древа Жизни — это такой сакральный символ. Вообще, если брать генетически, вот, Древо у всех народов оно есть, есть генетическое, родовое Древо, также вот, вот эта вот вся философия Древа Жизни, она, на самом деле, понятно каждому человеку просто, даже когда говорят Древо Жизни, да, то есть, у всех возникает целая, так скажем, развернутый ряд ассоциаций на эту тему. Ну, у нанайцев было очень много легенд, связанных с Древом, начиная от того, что человек родился в Древе, там, от того, что, ну, там, какой-то род появился из Древа, то есть, заканчивая тем, что там уснул под Древом, там, попросил что-то, уснул под Древом, и потом тебе ответ пришел, либо под этим Древом что-то нашел. У каждого человека есть свой двойник, духовный Древо, вот, где-то в лесу, который, фиоха у нас, вот это, пиоха, фиоха, правильно говорить. Вот, и есть также виды Древьев, есть вот родовое Древо, есть шаманское, есть Древо жизни вообще вселенского масштаба. То есть, на самом деле, в нашем вот мировоззрении коренных народов Древо жизни, оно есть вот общее, и есть вот много-много-много вот под дерев, то есть, и все они связаны действительно какой-то сетью, какой-то паутиной, потому что каждое дерево, оно отошло от какого-то большого дерева, то есть, это все такая большая философия, и поэтому как-то вот это слово, вот это словосочетание было принято нами за основу в нашей организации. Мы считаем, что Древо, оно само по себе монументально тем, что у него есть большая корневая система, то есть, это как раз вот знание наших предков, то, на чем мы стоим, не зная своего прошлого, не построишь будущего, то есть, поэтому Древо с его корневой системой является для нас основой. Это и философия, да, то, что, ну, как бы такая вот укорененность, да, то есть, в этом мире, и это вот как раз вот трижды три неба, да, вот как вот есть выставка у нас в Музее изобразительных искусств, вот, у нас есть представление о том, что, во-первых, есть подземное царство, царство мертвых буни, есть вот, да, мир, в котором мы живем, буа, вот эта вселенная буа, вот, и есть верхний, верхний мир, вот, который, в свою очередь, делится еще на девять небес, то есть, вот это трижды три неба, вот это неспроста, то есть, для нас вот это число три священное, и число девять, вот, и поэтому, ну, Древо для меня, это вообще, это, ну, просто, ну, шикарнейший, мощнейший сакральный символ, который вообще оплетает всю нашу культуру, то есть, у других народов тоже Древо везде, но у Нанайцев Древо это все, это прям вот божество, потому что даже вот Бог Земли, Мудур, Бог Земли, он тоже иногда вот изображается символично в виде Древа, то есть, вот Древо изобразил все, это уже и дракон тоже, то есть, это вот очень, наш Амур, это тоже дракон, черный дракон, сахари, да, вот, вот, и поэтому я считаю, что такое название, оно должно было прийти в мою жизнь, да, тем более, что мне мама с детства очень много рассказывала, и потом я очень много от людей слышала, ну, то есть, такой очень важный символ, и для славянской культуры, кстати, тоже, да, да, для многих культур, да, и вот птицы, живущие на Древе жизни, это нерожденные души младенцев, и то, что души вообще зарождаются на дереве, то есть, хотя, конечно, там много всяких вариаций, нету прям четкого прям, прям, что только на Древе жизни, но есть конкретно дерево омямани, Древо душу вот прям есть, то есть, вообще, если брать с философской точки зрения, нельзя взять и просто сказать, вот, ствол, ветки, корни, все это Древо жизни, да, на самом деле, оно же может быть как храм мира представляться, то есть, у него не может быть четкой прям вот такой формы, именно если говорить о Духовном Древе, то у него не может быть прям четкой такой формы, что вот это вот только так и не иначе, да, то есть, на самом деле, вот, если брать вот наш такой вот континуум, такой информационный там, да, вот духовный континуум, в котором мы живем, то дерево для нас это такое вот действительно то, что нас окружает, вот это Древо жизни. Самое основное качество, то, что оно имеет всегда истоки, и оно направлено своими ветвями в будущее, в хорошее, светлое будущее. Красота. А вообще можно спросить, как Вы вообще пришли к этому, к сохранению своей культуры? Это преемственность какая-то, наверное? Да, конечно, конечно. Ничто действительно не случается просто так. Всегда есть этому предпосылки. Для меня это моя семья, это моя мама. Я являюсь в основной своей деятельности художником, продолжаю орнаментальные традиции моей семьи. И отсюда истекают другие мои хобби. То есть я сейчас увлеклась традиционной музыкой, поднятием разных видов деятельности коренных народов. Ну а начиналось все просто с того, что мама у меня мастерица, которая очень, ну можно сказать, с 7 лет она занимается орнаментикой. Начиная вот с того, что она воспитывалась бабушками своими, у которых были сундуки с разными вышивками, с вырезками. И в общем-то у нее вот это вот настолько глубоко в ней заложено, что и в общем-то она не могла на меня это не транслировать. И я тоже с 5 лет занималась вырезкой. Но осознанно, конечно, это пришло уже в зрелом возрасте, особенно когда ее не стало. То есть я уже поняла, да, что у меня есть это, и я не могу от этого уйти, я могу только это продолжать. То есть на самом деле, конечно, хочу сказать, что без культурологов, ученых, ну в общем, кто занимался сохранением нашей культуры, ну то есть ее сохранением в музеях, в каких-то научных трудах, в находках археологических, они тоже без этих людей, вот самим в чистом виде, наносятся бы свою культуру, ну вот с учетом современной жизни, было бы сложно сохранить. И, к сожалению, это так, ну и к радости тоже, потому что я тоже иной раз не все знаю из семьи, то есть мне перешло орнаментальное значение, вот знание там вообще вот как бы семантика орнамента, да, вот его морфологические черты, там виды, все вот это я знаю. Касательно вот, допустим, каких-то традиционных видов деятельности, вот именно всех, я тоже изучаю их на основе вот именно трудов русских исследователей в том числе, и не только, вот большое им спасибо. Но самое главное, что от семьи это именно любовь, то есть это любовь к своей культуре, это гордость за нее, потому что я вижу, что она богатейшая. И, кстати, такой есть известный факт, что из всех коренных народов Севера, вот их там 40 национальностей в России вообще, то есть от там, от самого запада, да, вот от Саамов там на севере, там, по вот этому нашему побережью-то ледовитому, да, вот оттуда и вот вплоть до Бурятии, ну вот если вот так вот брать, да, вот этот верх России, 40 национальностей. И ученые признают, что самый сложный орнамент у нанайцев. Сложнее орнамента ни у кого нет. Даже, наверное, и русский орнамент. Ну, то есть если брать вот те выкрутасы, на которые способен нанайский орнамент, и сколько смысла он может в себе быть зашифрован и спрятан, то нанайский орнамент, он один из сложнейших в мире. И удивительно, вот это вот, большой контраст, что уровень жизни, ну вообще вот развитие общества, да, и вот эти вот орнаментальные сложнейшие композиции. То есть это говорит о том, что свои истоки у нанайцев имели из более древних цивилизаций. То есть и такие теории ходят, что здесь были государства, и мы осколки этих цивилизаций. Я не говорю конкретно за нанайцев, я говорю за всех коренных народов, что все тоже когда-то куда-то эмигрировали, да, вот откуда-то уходили или бежали. Вот здесь, на Амуре тоже мы имеем вот эти вот осколки. И как бы, ну, и в итоге они вот эти вот осколки этих цивилизаций и вот эти вот потомки, они вылились в новую народность, потому что нанайцы, они все-таки несколько веков как народность именно. Ну вот и то слово даже нанайцы произошло в начале 20-го года. То есть много было самоназваний, там, натки, очаны, там, жиены, хадзены, там, прочее. То есть много названий, самоназваний. То есть тут люди жили, варились в своем соку. То есть они развивали какую-то свою самобытную, уникальную вот эту народность. И она тоже имеет большое, я думаю, значение в целом для общего, общечеловеческого фонда. То есть нельзя терять даже самую маленькую народность. Вот у Рачи осталось 400 человек. 400 человек, представляете? Меньше тысячи. Вообще, буквально. И они уже настолько ассимилировались, да, но их культурный вот фонд, он важен. И его надо сохранять. Мне кажется, что вот когда говорят о сохранении изначально культурного какого-то фонда, нужно брать группы как можно младше, да. То есть мы куда? Смотрим в сторону школ, да. А почему-то в Хабаровском крае, в отличие от многих, кстати, регионов, уроки краеведения почему-то не на постоянной основе. Это вот печально. Да, это печально. И вот мне интересно, вы, ваша организация, каким-то образом сталкивались со школами, пробовали проводить там лекции? Ну, на самом деле, все, ну, не настолько, что все равно проводятся краеведческие вот у нас занятия, есть конкурсы по краеведению. Конечно, оно не является обязательным предметом, но тем не менее, учителя, спасибо им большое, они, ну, вот, задают нам такую планку, то есть они спрашивают помощь, и сами они что-то копают. В основном, конечно, это связано, ну, вот, конечно, в целом, там, с туризмом связано, ну, вот, с таким вот, ну, что детям интересно ходить в походы, там, естественно, раз пошли в поход, и если какая-то там местная достопримечательность, вокруг нее ходят какие-то легенды, отсюда просыпается интерес вообще к местной культуре. Я думаю, что это все правильно. Есть городской краевой вот конкурс, ой, городской, говорю, Катя, почему краевой? Краевые тоже есть, ну, вот, городской Малая Родина проводится, там, творчество. Очень большой вообще, вот, охватывающий весь город, и я сама была на этом конкурсе, видела, как дети, какие произведения они изучают местных поэтов, писателей, исследователей. Инсценируют. Инсценируют, да, это вот замечательно, то есть все равно все это есть, и мы, в принципе, готовы сотрудничать, вот, когда касается этнографии, вот, о том, кто жил, и как жили, и вообще, как живут сейчас уже, то есть мы в этом плане работаем с ними, сотрудничаем. Я сама не раз принимала участие в различных, ну, вот, меня приглашали провести мастер-класс какой-то, показать, чем я занимаюсь. Сама я могу этим заниматься, потому что, ну, не только орнамент, вот, на бересте классический, вот, работа висит, да, вот я принесла образец. То есть это вырезанный, да? Да, это вырезка наше вот семейное дело, вот, но на самом деле это даже, можно сказать, новаторство, вот, в плане подачи орнамента. Вот моя мама первая этим, ну, одна из первых этим занималась, начиная с 1975 года, превратила орнамент как в самостоятельное, как бы, произведение, да, способное о чем-то рассказать. Раньше орнамент использовался только вот в качестве украшения, ну, конечно, в качестве, даже, скажем, защиты, оберега и коммуникации между родами, да, то есть вот орнамент выступал как просто такая органика, то есть это часть быта, материальной культуры. И вот я, конечно, живя в городе, не вела такой образ жизни, как предки, да и мама моя уже, можно сказать, застала бабушек, которые действительно могли там сами все делать. У меня сохранились дома там выделанная вообще шкура рыбья, старая-старая, то есть я ее даже не трачу, я ее прям держу для чего-то, я не знаю, вот, приберегаю на что-то, может быть, она так и останется в архиве, то есть если мне нужна кожа, я уже сама ее выделываю своими руками для чего-то современного, да, какого-то изделия. Вот здесь у меня топтошечки такие вот детские, попробовала сделать из щучьей кожи. Щука вообще маленькая, выделывается очень легко, то есть каждый человек может на кухне этим заняться. А как она выделывается? Вручную, механически мнется, разминается. Ну, есть, конечно, когда толстая кожа, там другие способы выделки, вот, то есть даже там используют, ну, в общем, от рыбы потроха там вываривают и смазывают. Ну, там, в общем, есть технология, и используются тоже специальные, как бы, предметы, ну, там, крокодил, вот мы называем, паймур, который, кожемялка, в общем, специальные кожемялки. Конечно, химическим в основном не обрабатывали, потому что... Ну, все, она просто сушится, да? Доступная, да, сушится и мнется, все. И как, насколько она прочная получается? На самом деле рыбья кожа прочнее любой кожи других видов животных. Она самая, у нее количество волокон на, ну, на сантиметр гораздо больше. Может, они тоньше, но они плотно. То есть она крепкая рыбья кожа. Если ее правильно выделать, конечно. Если я недовыделал что-то там, неправильно сделал, или там, не содрал мездру вовремя, то она все, она присыхает и начинает там разлагаться. А если убрал, то все, бактерий там нету практически, то она не гниет, то есть она даже не пахнет. Ну, я, конечно, больше специализируюсь на бересте, потому что с детства ей занималась. А вот рыбья кожа для меня, для самой сейчас такая зона вызова. Ну, у нас много мастеров, поддерживаю с ними связь. Вот, беру у них советы на вооружение. Вот, то есть я говорила о том, что занимаюсь именно преподаванием, то есть традиционной деятельности, что и в основном вижу, конечно, свою задачу в том, чтобы это в нашем городе направление развивалось, чтобы люди приходили и что-то для себя уносили полезное из этого. Да, кстати, вот вы базируетесь где? Мы базируемся, вокзальная 79, второй этаж, 204 кабинет, Анно, этноцентр Древожизни. У нас там небольшой кабинет. По субботам у нас там занятия проводятся сейчас, вот в данный момент, вплоть до лета. Там мы еще продолжим. Но вот на данный момент мы это делаем в рамках проекта «Чамбари», который получил муниципальную поддержку. Мы выиграли в конкурсе небольшом грантов, вот, выиграли там сто с лишним тысяч, ну, это вообще чуть-чуть, ну, нам на материалы хватит. Да, занятия у нас бесплатные, сами мы тоже как бы все это проводим пока бесплатно, на энтузиазме. Я говорю, как это, просто вот люди, которые где-то еще работают, так же, как и я работаю в Доме творчества, так же вот и другие люди у нас работают, кто-то пенсионеры помогают даже, вот, работают и в свободное время помогают, вот, в продвижении нашей культуры. Я приглашаю жителей нашего города посетить наш 204-й кабинет, вокзальный 79, по субботам. Ну, у нас не каждую субботу, но почти каждую. То есть, вот, можно, чтобы точно знать, что вы придете и попадете к нам, можно зайти в наш Инстаграм, «Древо жизни», так и называется Инстаграм. Найдете, там в Инстаграме много «Древ жизни», но именно вот Комсомольский и на Центр только один, поэтому полистаете, найдете. У нас такой зеленый значок «Дерево». То есть, найдете, посмотрите, у нас там всегда есть анонс, то есть, какой мастер-класс будет через неделю, например. Туда могут прийти взрослые и дети, да? А взрослые и дети, мы направлены на то, чтобы были все у нас возраста, потому что все-таки думаем, что это всем интересно. В плане, что патриотизм, ну, именно и интерес к тому, где ты живешь, он не измеряется возрастом. Вот. Мы не считаем, что прям вот мы такие одни, да, Центр Вселенной. Мы думаем, что, конечно, все культуры имеют значение, но просто мы имеем право, как скажем, базироваться здесь, потому что мы здесь родились. То есть, мы здесь живем, здесь наши предки. Ну, допустим, если бы я уехала куда-то там в Краснодар или там, да, ну, куда-то уехала бы далеко, я бы и там могла свою культуру нести. Но здесь меня питает моя земля. То есть, я считаю, что все-таки, несмотря на то, что земля была освоена, да, там, все равно бы кто-то пришел, освоил бы ее. То есть, не Россия, так другое государство. Я рада, что именно Россия это сделала, и я здесь сижу как подтверждение этому. Вот. Я к тому, что в этом и должна вот политика, ну, как бы, взаимодействия с местным населением, чтобы люди закреплялись на местах, чтобы люди знали историю этих мест, чтобы они, чтобы им было интересно взаимодействовать с этой историей, с ее носителями, с культурой этих мест. Потому что отсюда и вырабатывается вот эта вот, ну, как бы, как бы это банально ни было, любовь, да, к малой родине, но так она, ну, она есть, она должна быть, она должна начинаться с людей, с которыми ты общаешься, которые вокруг тебя. Как она родится в что-то другое. И понятно, что мы все озабочены в первую очередь насущными делами, как выжить, как заработать. Но жизнь, она большая, разнообразная. И думаю, что это поле такое интересное. А вот по поводу мастер-классов, какие у вас проходят мастер-классы? В основном у нас декоративно-прикладное искусство, то есть это вот я провожу по бересте, приглашаю также вот по вышивке провести. Также вот у нас проводятся лекции, лекционные, ну, типа лекториев, то есть на разные темы. Недавно у нас была в гостях Светлана Николаевна Келе, которая рассказала о традициях своей семьи и о музыкальном направлении. Она как носитель музыкальной культуры была. И, в общем-то, сами мы тоже эту степь осваиваем. Я учу играть на варганах, мои друзья учат, помогают. Прежде всего на них. Другие музыкальные инструменты, такие как флейта, это более сложное. Ну, я думаю, для того, чтобы вообще как-то вот в эту, как бы, вовлечь в это все, достаточно хотя бы вот там постучать на бубни, поиграть на варгане. Я там, допустим, подзвучу там на другом инструменте, там на флейте, там. И у нас уже будет какая-то вот общая, получается, композиция, какой-то модное слово джем. Да, модное слово. На Найт Софити музыкальная была, вот эта вот сфера жизни развита в основном, вот, как песни, да, вот традиционные песни. Вот женщины сидят, поют, там, чем-то занимаются, поют, да, там, мужчины тоже. В основном песни. В плане музыки в основном это была ритуальная музыка. То есть вот не было такого, вот как вот концерт. Это появилось с приходом советской власти, и оно стало как бы актуализироваться и развиваться. И то, что сейчас делают на сцене традиционные вот эти наши коллективы, они, это, в общем-то, собственно, ну, дитя 20 века. То есть на основе, конечно же, музыкальных приспочтений, характерности традиционной музыки. Конечно, оно не вышло так же, как и дерево, имеет свои корни. Вот. Вот в этом плане мы развиваемся. То есть это такая современная реплика, но с уважением и с пониманием того, что мы делаем. Также мы обязательно общаемся. У нас целый клуб, так скажем, создается. То есть мы культура чайпития, да. Вот. Ну и краплениями мы можем традиционные, ну, там, игры проводить. То есть показывать, в какие игры играли, там, да, практиковали. Тем более, что это направлено на людей, которые, ну, практически ничего не знают. То есть есть у нас, мы можем, есть что предложить в плане, там, какого-то углубленного. Это вот с моей, вот, с орнаментальной точки, да, вот, что я могу научить разрабатывать эти орнаменты, понимать их, вырезать тонкие какие-то сюжеты. А вот в основном людям интересно пока что, вот, как-то в целом затронуться этим, услышать какие-то истории интересные. Попробовать на органе. Да, просто, да, да, попробовать хотя бы. Мне известно, что у вас какой-какой реквизит с собой, так что, может быть, изобразите нам что-то? Ну, да, я могу показать пример, что вот учу играть на воргане. Это вообще международный, интернациональный инструмент. И никто, как говорится, нельзя сказать, что если ты играешь на органе, то ты на найс. Конечно, если ты играешь на воргане, ты просто любитель... Воргана. Этической музыки. Да, воргана, прежде всего. Ворган – это инструмент медитативный, помогающий даже излечивать какие-то, ну, в общем, у кого что, да, то есть там головная боль, может быть, там, пищеварение, ну, влияет. Но это больше как бы общего гармоничного такого вот состояния, ты добиваешься и тем самым излечиваешься. И он интуитивный, я так понимаю, то есть не нужно обладать каким-то... Да, музыкальным образованием обладать не нужно. Даже, ну, я не скажу, что слух не нужен, но все равно достаточно же чувства ритма. Вот, хотя на самом деле этот инструмент, его уважают и музыканты, и профессиональные. То есть в этом и его ценность, что можно от новичка и до профессионала в нем развиваться. Начинать, советую, с простого какого-нибудь, там, Поткина. Ворган можно пойти купить, там, в пределах тысячи. И научиться его правильно держать. То есть нужно держать очень много уроков в интернете. Слава Богу, это движение в России развивается. Ну, я покажу, на каком уровне я. То есть у меня сейчас простой достаточно ворган в руках. Не какой-то там концертный большой, а простой, на котором я играю дома. Такой вот. Слава Богу, это движение в России. Продолжение следует... Ну вот, небольшой пример. Он у меня, слышали, пару раз звякал, потому что это очень, на самом деле, капризный. То есть есть ворганы, которые практически, вот, новичку легко, и он не звякает, потому что большие зазоры, и язычок достаточно жесткий. А здесь чуть-чуть вот сдвинулся, там, на полградуса, и он начинает звякаться. Вот сколько я не пробовала, у меня всегда звякает. Да? Ну вот это вот, я его и держу, вот этот инструмент для того, чтобы учиться на нем ровному вот этому бою, потому что вот именно он очень чувствительный вот к неправильной постановке. Чуть не так, чуть-чуть сдвинул, где-то заволновался, и все, и он у меня греметь начинает. Вот. Сейчас я жду два профессиональных воргана, заказала. Сами мы пока не делаем, то есть это достаточно сложно. Ну, это нужно быть кузнецом, ковать ворганы, разбираться в этом. В Хабаровском крае ворганы делает Дубровский Александр, в Хабаровске, вот он якутским считается мастер, потому что сами на Найце делали из дерева ворган, ну, из деревянных таких дощечек, вот, хамусы. Вот, хотя кузнецы тоже были, но это было очень давно. Сейчас уже, ну, пока покупаем готовые, к сожалению, вот. Ждем, когда у нас все-таки появится свой мастер. Надеюсь, в Комсомольске. Так, в перспективе вы ждете, или уже кто-то есть там на примете? Пока не скажу, нету пока на примете, потому что вообще вот даже вот цель этого проекта, вот моего проекта, вот этого Ачамбари, вообще людей привлечь именно к носителям культуры, о, в смысле, ну, наших, принадлежащих нашей национальности, потому что люди, живя в городе нашей, они вообще практически забывают, ну, есть, конечно, кто интересуется, есть, кто ходит, но их, ну, капля в море. То есть, и, соответственно, что кто-то из них еще, из вот этой капли еще будет, ну, какая-то вот профессиональная вот этот рост, это очень маловероятно, что прям вот, то есть практически по пальцам можно сосчитать, и еще люди уезжают. Вот, и вот я и почему этим занимаюсь, чтобы у нас все-таки зародилось движение, то есть создалась та почва, на которой вырастают плоды, то есть, чтобы люди не уезжали, чтобы людям было интересно, чтобы наш компонент местный был представлен здесь. Вот, конечно, ну, не все разобьется, ну, то есть, не может быть так, чтобы одновременно все развилось, но хотя бы вот какие-то элементы по одному начинали вместе складываться вот в это древо. То есть, вот, моя задача не дать этому погибнуть в Комсомольске. Ну, то есть, не только моя, не буду на себя брать все это. Ну, то есть, я этому способствую, то есть, и приходите ко мне, поучу вас играть и на Варгане в том числе. Вот, ну, бубен, это больше, так скажем, еще более, так скажем, простой инструмент, но требующий особого состояния, и он, конечно, в подыгровке хорош. То есть, бубен используем, и не только бубен. Есть разные интересные погремушечки там, разные там. Тоже, наверное, из рыбьей кожи. Да, то есть, мы когда сочетаем, да, да, перкуссии разные, то есть, мы их сочетаем, они вместе вот как бы больше в таком вот, в тандеме, ну, вместе работают. По отдельности каждый, ну, вот только и Варган он такой более интересный, там, флейта. Все остальные, они, их надо сочетать интересно. Ну, они часто имитационные, да? Да, имитационные, да, они имитируют, ты у нас была на этом недавно, я очень рада, что мы с тобой продолжаем в этом плане общаться, ты уже знаешь, что такое там дяпи, ну, разные там инструменты, которые имитируют, например, лед, да, ломающийся лед на реке, там, шум ветра в камыше, вот, какие-то камушки скатываются по берегу, то есть, вот таких инструментов на Найсов было много. Там вот эти вот жужжалки всякие, тоже. Интересные. Да, очень интересные. Я думаю, это вообще у каждого народа было. Да. Свистульки всякие делались из подручного материала. Ну, это просто, как бы, интерес к тому, что такое простое, но, ну, вот, эффектное, может быть, да? То есть, как-то вот... Ну, то есть, мы больше, конечно, просвещаем народ. То есть, вот, прямо вот специалистом, чтобы стать в чем-то, это нужно, чтобы пришел ребенок, который бы этим загорелся, да, детей мало. То есть, детей, которые этим... Ну, потому что, даже я вот, у меня двое детей, мне сложно. И, вспоминая себя, хочу сказать, что мне тоже, вот, я до 15 лет вообще особо интерес к этому не проявляла. То есть, оно было рядом, для меня это было, там, мама меня брала на какой-нибудь фестиваль, там, или в детский лагерь, где была смена дети Амура. Брала меня в деревню. Я с ней, как этот, турист такой, знаете, городской турист. Ну, который просто смотрит, ну, да, ну, как бы, не выказывает какого-то, ну, как, что вообще неинтересно, но, в то же время, какого-то прям особого. Это, понимаете, это происходит, это вообще со становлением человека, да. Даже вот, ну, вот русские, да, вот тоже должны защищать свою культуру. То есть, далеко не каждый ее, мне кажется, прям вот уважает, да, то есть, и любит. То есть, далеко не каждый русский может сказать, что я вот люблю, горжусь и там вообще готов этим заниматься. Ну, вообще в мире полном глобализации очень трудно вообще свою самобытность сохранить, своего народа, мне кажется. Да, поэтому просто я пытаюсь, ну, как-то, чтобы это дело не гасло. А есть у вас, у вашего центра поддержка со стороны муниципалитета? Такая информационная поддержка, потому что, собственно, бюджет это нет, как-то помогать. Ну, в плане, что помогают, вот дают возможность участвовать в конкурсах. Это самое важное. Это уже поддержка. То есть, поддержка оказана этому проекту, это в рамках конкурса грантового. То есть, мы выиграли. И это уже много, я считаю. Ну, и в плане, вот, административная поддержка есть там, ну, куда-то нас приглашают, освещают нас, помогают нам. То есть, где-то там информакоммуникационные связи. То есть, она есть, она есть. То есть, это хорошо. То есть, в любом случае, мы не в вакууме. То есть, мы рады, что ведется работа. То есть, у нас совет собирается раз в полгода коренных народов при мэрии города. Обсуждаем горячие темы. Вот, что сейчас вводится, реестр, например. Реестр – это что-то вроде переписи. Коренных народов, да? Ну, конечно, все ставятся на учет, потому что появились мошенничества в сфере, что льготы хотят получать все, не только наши. Поэтому нужно доказать, что ты имеешь право на эти льготы. Ну, там льготы-то небольшие, на самом деле. И, получается, у вас проект рассчитан до конца лета, да? Кстати, да. В августе у нас будет национальный праздник. Буэ-Анипу. Вообще, сам Буэ-Анипу, наш праздник – это комсомольский. То есть, это комсомольский. Традиционно проводится общественная организация коренных народов. Ну, в простонародье называют ее ассоциация. Хотя у нас нет слова ассоциация в названии этой организации, но это как бы подразделение региональной ассоциации коренных народов. То есть, мы как бы с ними сотрудничаем, мы им подотчетны. Вот. И этой организацией, вот этот праздник, Буэ-Анипу, переводится «наш праздник». Буэ-наш, Анипу-праздник. Он чисто комсомольский. И вот Светлана Геннадьевна Келе вот у нас является таким активистом этого праздника ежегодным. Мы с ней в этом году решили объединиться и в рамках уже проекта «Ачамбари» провести этот праздник совместно, чтобы, так скажем, это было больше сумма объединенных усилий. И он будет, скорее всего, может быть, и на берегу. У нас как раз пожелание нам администрации говорит, а может, вы все-таки на берегу его проведете? Может, там муха будет или еще что-то в таком роде? Я говорю, ну, почему бы и не да? Почему бы и не провести его на берегу? То есть, возможно, будет в августе, будет проанонсирован этот праздник. Вот. И как раз в августе Международный день коренных народов. 9 августа Ассамблей народов мира объявила День коренных народов всего мира. Поэтому было бы очень здорово, не обязательно прям 9-го, но в середине августа точно провести его. Поэтому приглашаем вас тоже, имейте в виду. А после того, как зафиналить этот проект, есть какие-то мысли по поводу дальнейшего? Ну, занятия-то у нас все равно будут. Может быть, не так часто, но они будут. То есть, в любом случае, занятия пару раз в месяц мы будем проводить каждую субботу. Может быть, мы еще один проект такой же сделаем. Ну, или там с какими-то изменениями. То есть, в любом случае, мы копим материальную базу. То есть, мы копим инструменты, мы копим оборудование, материалы, методические наши разработки. Там, в общем, экспозиционные трофеи, так скажем. Мы все это копим, не просто так. То есть, мы хотим, чтобы у нас работала эта точка, чтобы люди приходили. Спасибо вам за содержательную, интересную беседу, Виктория. Хочется пожелать вам удачи в вашем деле. Действительно, оно очень важное и нужное. А с вами, дорогие подписчики канала ДВК-Медия, мы прощаемся и приглашаем вас по субботам на вокзальную 79 в кабинет номер 204 с 3 до 5 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok